Здравствуйте, друзья! Сегодня мне бы хотелось начать такую небольшую, как бы, может быть, рубрику размышления на животрепещущейся темы сегодняшнего дня. И одна из них – это часто употребляемые в нашем обиходе сегодня такие слова и понятия, как «славянский мир», «братья-славяне». Давайте поразмышляем, а что вообще на самом деле сегодня происходит в этом вопросе? Мы часто иногда обижаемся или как-то в своих рассуждениях о том, что, ну вот, украинцы, белорусы как-то все чаще от нас ограждаются, отходят как бы. Но при этом мы часто любим говорить, что мы, вот, русские, являемся таким старшим братом всем славянским народом. Но скажите, давайте откровенно, вернее, скажем сами себе, а что в нас самих осталось славянского, русского? Мы все больше, все чаще пользуемся заимствованными словами, все чаще в наших высказываниях, в наших речах звучат иностранные слова. Мы забываем, кто мы, забываем свои корни. Как мы можем тогда говорить о том, что вот мы являемся старшим братом? Чему они должны у нас учиться? Я, например, не знаю. Я иногда смотрю на все происходящее и задаю себе вопрос, а куда вообще катится Россия? Священнослужители даже все чаще стали употреблять своих высказываниях по телевизору, когда смотришь. Все чаще в их речах проскальзывают иностранные слова. Мы забыли, собственно, речь. Сейчас идут разговоры о том, что вот давайте заменим в школе в программе обязательного обучения, заместо Льва Толстого ставим Гарри Поттера. Детям это типа более интересней, более понятней. Что дальше? Скажите мне. Ответьте мне на этот вопрос. А что тогда будет происходить с нами, со всеми дальше? Что будет с Россией? Какое будет государство? Знаете, каждая семья, свои родители, когда планируют что-то для своих детей, они говорят, кем ты хочешь быть, да? То есть, как бы, чтобы ребенок нарисовал некий такой своеобразный, что ли, план, куда он будет двигаться. Не просто там хочу много денег и все. Нет. Чтобы он показал, кем он хочет быть, кем он хочет стать. То есть, сначала чего-то как бы добиться, да? Такой некий план, лесенка развития. Скажите, а у нашего государства есть развитие? Кроме красивых слов. Слов, которые постоянно звучат. Мы будем жить лучше, мы будем жить достойно, у нас будет больше доходов и все остальное. Это просто красивые слова. А где сам план? Я, например, его не вижу и не слышу. Сейчас вот события в Беларуси. С одной стороны, да, Лукашенко, который уже засиделся просто на своем месте, и мне кажется, это вообще тенденция очень нехорошая, когда правитель один и тот же сидит по много-много лет на одном и том же месте. Мы говорим, мир двигается вперед, мы должны все идти вперед, а на деле получается, что никакого движения-то, в общем-то, и нет. Это одна сторона монеты, да, непонятная ситуация. С другой стороны, у той же белорусской оппозиции, кроме лозунга «Долой Лукашенко», я, в принципе, как бы тоже не вижу какого-то конкретного плана, а куда, чего, как. Мы все немножечко здесь запутались, как бы. Но при этом, при этом, мне начинает очень нравиться, что все-таки народ пробуждается. Возьмите Хабаровск, Башкирия, Урал. Я думаю, что в человеческом сознании все-таки начинает просыпаться это понимание, что, как бы, знаете, такой посыл, идет своеобразный посыл власти, что все-таки мы не быдло, а мы люди, которые умеют думать, умеют понимать и разбираться. Что дальше? Я не знаю. Каждый должен задумываться сам. Помните, как у классика сказано, жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы? Я призываю всех вас все-таки думать, размышлять. И когда нужно что-то говорить и делать, все-таки это делать, а не замалчивать. Помните, как у Достоевского в «Преступление и наказание» есть такая очень великая, в общем-то, сказать, мысль, да? Где он, как бы, Раскольников задает этот вопрос. Кто я, человек или тварь дрожащая? Вот эти вот, как бы, внутренние посылы классика, они, в общем-то, характерны для дня сегодняшнего. Мы все должны научиться бороться за себя и за свои права. Вот такие мои первые впечатления и рассуждения. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова